привет народ сегодня с вами снова я евгений пугачим будни с вами как всегда говорить о барин 3 от а до я это первое видео с данного цикла а конкретно она называется принятие решений я надеюсь если вы попали на это видео значит вы интересуетесь абориатрических операций для начала про меня те кто не знает меня зовут евгений я живу в израиле мне свыше день 38 лет и я бариатрик со стажем я прошел 2 баритрические операции я буду позже рассказывать что как и почему почему именно 2 почему не одну очень коротко могу рассказать так что я сделал больше десяти лет тому назад операцию слива резекцию желудка которая со временем поломалась и у меня появилась большая грыжа на желудке в верхней части из-за чего мне пришлось сделать шунтированная желудка а не чинить грыжу я буду вам рассказывать немножко позже и теперь небольшой диски и маленький дисклейминг я не врач я не имею медицинского образования поэтому медицинские советы вы меня получать не можете но я могу делиться с вами своим опытом рассказывать как я делаю что я делаю насколько я похудела забегу вперед скажу что у меня вес перед моей первой бариатрической операции составлял примерно 180 килограмм и мой минимальный вес после бариатрической операции составил 92 или 93 килограмма то есть я себя скинул человека и я думаю что за счет этого я могу вам рассказывать что как у меня происходит тем более я живу в израиле у нас бариатриков очень сильно поддерживают в данном видео я хотел бы с вами поговорить о принятии решений многие из нас думают что когда они пройдут бариатрическую операцию сейчас неважно какую в саде бы шунтирование резекцию там или кольцо бандажирования не дай бог да или еще многие бариатрической операции как по взмаху волшебной палочки человек будет худеть так вот я вам скажу так фиг вам бариатрическая операция это не просто некая волшебная палочка после которой вы начнете худеть прям моментально на глазах но в начале конечно так она скорее всего и будет естественно но в среднем в среднем через года полтора от года до полтора и люди начинают обратно набирать вес теперь многие из вас могут сказать что смотри женек вот мы видели бариатриков многие худеют мало потом многие худеют много и есть на ютюбе куча информации основная наша проблема в принципе это то что у нас слишком много информации которая нам мешает жить и мешает нам принимать правильные решения потому что вы смотрите я бариатрик который прошел операцию я вам не говорю бегите и делаете и заметьте я говорю так как она есть на самом деле что операция это сильный и большой труд на котором вам придется работать что вы должны знать перед тем как решиться вообще пойти на эту операцию для начала эта операция как любая операция есть статистика печальная кстати самое интересное что я узнавал что самое большое количество смертей после бариатрической операции как правило не осложнение самой операции до осложнение наркоза вы не забывайте если вы хотите делать операцию скорее всего вас ожирением большинства из вас ожирение очень большое и мы не должны забывать про то что наши двигатель в сердце ему трудно пережить наркоз то есть это неважно сейчас бариатрическая операция или не бариатрическая там аппендицит неважно какая операция Если вам делают наркоз, то шанс, что вы после него не празднётесь, он очень большой. И вы должны про это помнить и это знать. Ещё раз, видите, я про это говорю прямо, открыто и не стесняюсь. Я не буду призывать вас делать эту операцию. По большому счёту, желание делать её или нет состоит не в том, что вам сказал дядя Вася или тётя Моня или дядя Женя, как я, да? А конкретно вы сами должны посидеть с собой и решить, нужна она мне или нет. Вот. Ну, коль уж вы дошли до этого времени уже, так, видео примерно 3 минуты, а мы пока мы с вами ни о чём не говорим. Это специально было сделано такое некое длинное приветствие для того, чтобы отсеять, скажем так, подписчиков или зрителей, которые не должны это видеть, те, кто ещё не готов, а те, кто остались до этого времени, я вас поздравляю. И я вот себе скажу, баритрическая операция на самом деле это классная штука. Просто вы должны понять, какая операция вам нужна, да? И как себя вести после операции? Потому что в большинстве странах мира, как я вижу, у меня, ещё раз, этот канал я веду давно, вы видите, там есть подписчики, есть видео, но я его не поддерживаю, потому что, к сожалению, у меня были некие мои проблемы, из-за которых я не мог снимать. И теперь я с вами, я буду продолжать снимать на эту тему, буду полностью вам всё рассказывать, продолжать рассказывать, как иначе. В Израиле баритриков очень сильно поддерживают. То есть, больничные кассы, наши, так сказать, поликлиники, у нас есть специальные, не просто диетологи, а бариатрические диетологи. То есть, это диетологи, которые прошли специальное обучение, и они имеют право обслуживать именно таких баритриков, как мы. А в других странах мира, даже в Германии, то, что я видел, и то, что я слышал от своих зрителей, подписчиков, что я вижу, что происходит такая не очень хорошая тенденция. Вот вы сделали операцию, да, сейчас неважно какую, вам дают меню, которое вы должны принимать первые три месяца или максимум полгода. А что потом? А что потом? Для этого у вас есть я. Я буду вам рассказывать и показывать, что я кушаю, как я кушаю, нарушаю ли я витамины, не витамины, ребят, поверьте мне. Это всё мелочь. Я понимаю, что информации слишком много, поэтому я делаю такой небольшой цикл передач, в которой будет плейлист. Поэтому после каждого видео вы сможете кликнуть «Посмотреть следующее видео» в данном плейлисте. И надеюсь, это видео будет вам интересно. Теперь вы приняли решение пройти баритрическую операцию. Вы хорошо подумали, вы взрослый человек, который может принимать решение. Я вас поздравляю. Теперь. Сейчас я вам объясню такую вещь. Если вы думаете, что вы похудеете за одну секунду, это не так. То есть, почему многие худеют быстро, а некоторые худеют не быстро, всё зависит от того, какой у вас первоначальный вес. То есть, если у вас первоначальный вес, он очень большой, то, соответственно, за первые три месяца вы скидываете кучу килограмм. Как, к примеру, в моём случае, за первые три месяца я скинул примерно около 35 килограмм. То есть, да, вот я перед вами, где-то за месяц-полтора примерно так, больше чем 30 килограмм просто улетело. А всё почил, потому что я был очень здоровый. Вот. А я очень много слышу от неких дам, которые у меня в группе. Вот. Я сделал операцию месяца три тому назад и похудела там всего на 8 или 10 килограмм. Я говорю, а какой у тебя был изначальный вес? 110. Я говорю, скажи, пожалуйста, за такое время на диетах сколько у тебя получалось скинуть? Ой, да что вы сравниваете, что вы думаете? Понимаете, всё зависит у вас, всё у вас в голове. Поэтому первое, если вы решили сделать эту операцию, поймите, это труд. Да, но для чего нужна операция? Для операции нужна для того, чтобы вы смогли понять и поверить в себя и вспомнить, как можно жить, не обжираясь. То есть, когда вы пройдёте операцию, вы прекрасно будете понимать, что полстакана одноразового – это полноценная трапеза. И вы так будете кушать примерно, ну, недели-две, количество я имею в виду. Сейчас неважно, какая еда жидкая, нежидкая, мы про это будем с вами говорить в следующем видео. Вы поймёте, что вы кушаете мало, очень. Ну, и у вас всё хорошо. Да, первые недели, две-три иногда бывает слабость, но потом организм привыкает и понимает, что можно уж есть нормально. И, в принципе, большинство вещей у нас в голове. Нужна ли операция или нет? С моей точки зрения, если вы перешли 140 кг, то, скорее всего, да. Но ещё раз, думаю, личное мнение. А так, каждый решает для себя. Что делать, как делать. А в следующем видео я хотел бы с вами поговорить о конкретно видах операций, какие есть, какие самые распространённые и их побочки.